Убийство Немцова, совершенное в феврале прошлого года в центре Москвы у Кремля, вызвало чрезвычайно жесткую реакцию оппозиции и правозащитников, связавших преступления с политической деятельностью Немцова. У здания суда активисты оппозиции проводят сегодня одиночные пикеты, подчеркивая, что среди обвиняемых сотрудники силовых структур Чечни. Мы требуем, чтобы на допрос был доставлен сам Рамзан Кадыров, потому что невозможно представить, что кадыровские силовики организовали такое громкое демонстративное убийство, не получив на это разрешение, не получив на это волю самого Рамзана Кадырова. Я в это не верю, поэтому я требую, чтобы следственный комитет допросил непосредственно самого Рамзана Кадырова, чтобы они не трусили, чтобы они не прятали голову в песок, а доставили Кадырова в наручниках в следственный комитет и задали ему все необходимые вопросы, проверили его на причастность к этому. В тот же день, 10 августа, он появился на чеченских телевизионных экранах. Рассказывал про то, как, сидя в болгарских застенках, он написал прочувствованные стихи про отца нынешнего главы Чеченской республики, про Ахмат Хаджи Кадырова, и даже читал эти стихи. В кадре были и бумажки, с которых он читал, и его руки. На руках были ссадины, которые, впрочем, специалисты квалифицировали скорее как электротравмы. Потом он вернулся домой и говорил, что все было в порядке, что ничего с ним не случилось. Знаете, это благоприятный исход событий. Потому что, например, преподаватель одного из грозенских высшеучебных заведений, Хизир Ежиев, исчезнувший из дома в декабре прошлого года, в январе был найден в лесу в окрестностях села Рошничу. Якобы упал со скалы. Правда, повреждения вроде бы скорее свидетельствуют о том, что у него в переломе ребро пошло неправильно. Прокололо легкое, схлевнулся кровью и так далее. Но люди, которые возвращаются к своим родственникам после подобного рода странных исчезновений, появлений в телевидении, они потом ничего не рассказывают. Все хорошо. Из Чечни только хорошие новости. И это будет хорошая новость, если Руслан Мартагов найдется. Лояльный советский человек. Чиновник в администрации пророссийской, в Первую Чеченскую войну. Очень осторожный политолог, комментировавший чеченские события в последние годы, в том числе на радио «Свобода». Чем он-то мог помешать? Это уж полное умиротворение. Совсем уже не осталось вольнодумцев, если Руслана Мартагова позвали. Помнится, Рамзан Ахматович Кадыров говорил, что ему невыгодно было похищение и убийство Натальи Истемировой. Потому что на него же подумают. Многие у нас говорят, как же так? Нам ведь это невыгодно. Но для того, чтобы поступки были логичны и их последствия как-то просчитывались, нужно думать не только про сегодня, а и про завтра, и про послезавтра, и про вечность. Нам трудно представить логику, ту логику, в которую только полная абсолютная лояльность допустима. Нам трудно представить логику людей, что называется, второго эшелона, которые получают задания. В конце концов, Михаил Девграфович Салтыков-Щедрин в одном из произведений, входящих в школьную программу, в сказке «Орел-меценат» фразу такую допустил. «Даже глухую тетерию заподозрили в образе мыслей на том основании, что она днем молчит, а ночью спит». Когда наступает полное спокойствие, инакомыслием может быть даже невосторженное выражение лица. Нас беспокоит судьба любого человека, который таким странным образом временно или невременно исчезает в Чечне, потому что последствия бывают самые разные. У кого-то ребра идут переломанные, нормальные, заживают, а у кого-то, как у Ежиева, заканчиваются тем, что находят тело. Руслан Мартагов не молодой человек, он известный человек. Ситуация совершенно скандальная. Доклад Human Rights Watch, представленный буквально на днях, доклад о подавлении инакомыслия в Чечне, где перечислены подобные эпизоды за последние годы, он просто приобретает новую актуальность. Что могут вменить Мартагову, трудно себе представить. Но, видимо, когда ловить нечего, когда установлено полное единомыслие, невосторженный образ мыслей, тоже становится предметом рассмотрения в участке. Может быть, это связано не столько с тем, что женщина Беслана требует наказания истинных виновных в гибели детей, а Руслан Мартагов в мягкой форме критикует власть, а с тем, что у женщин на майках оказалось заветное слово «Путин». Есть этот маркер и в лексиконе Мартагова. Я боюсь, что это чуть-чуть две разные истории. Слово «Путин» в Чечне, конечно, звучит, и некоторые местные товарищи клянутся верности Путину с завидной регулярностью, но боюсь, что там такие слова, там на это особенно внимания не обратят, там другие портреты, другие люди важнее. А вот Беслан – то преступление. И то, почему это преступление стало возможным. Как возникли предпосылки к теракту. И почему не пытались спасать заложников, спасать детей всеми возможными способами, в том числе и переговорами. Ведь и в Буденновске, и в Кизляре большую часть заложников удалось освободить путем переговоров. И почему погибло более 350 человек, в том числе 186 детей. Эти все вопросы, безусловно, адресованы Верховному Главнокомандующему. И тут это самое слово, слово «Путин», видимо, и было тем самым дентонатором, тем самым страшным символом, который не могли допустить местные власти. Человек с юридическим образованием не знает, что присяжные не могут быть людьми с юридическим образованием, потому что возможно, что они будут рассуждать, исходя из их представления о законе, а не из факта. Это задача присяжных, просто обычных людей, сказать, верят они тому, что доказана вина, или не верят. Вот и все. Для этого никакого юридического образования не нужно, и оно даже мешает. А все, что дальше, после того, как вердикт присяжных вынесен, если это обвинительный вердикт, если они сказали, виновен, то все, что касается права, решает судья. Вы в самом начале разговора упомянули друзей в Чечне, личных друзей, друзей вашей организации, друзей партии «Яблоко». Но как Рамзан Кадыров реагирует на такую несанкционированную дружбу? Реагирует плохо. Ну, не говоря о том, что у нас была убита Наташа Эстемирова. Это наш сотрудник, ведущий сотрудник. И человек, который говорит, что он все контролирует, он не контролирует. То, что происходит там. Дальше наш сотрудник, который выступает свидетелем по этому делу, потому что он видел, как, видимо, кто-то следил за Наташей, он вынужден уехать. Потому что я сейчас небольшую тайну, я думаю, раскрою, когда скажу, что следователь, который ведет это дело, говорит этому свидетелю, я, конечно, могу дать вам охрану, но не исключено, что эта охрана отправит вас на тот свет. И человек уезжает из страны. Вот эта вот атмосфера, которая создана там, в Чечне. Кадыров говорит о наших сотрудниках. Я знаю эту женщину, этого мужчину, я не буду называть имена. И вот от них идут всякие неприятности. И, конечно, он все время твердит, что это ложь. И если бы он сейчас меня послушал, он бы тоже сказал, что это ложь. Но, к сожалению, моему великому сожалению, это не ложь. И наши сотрудники находятся там в опасности. Когда вы говорите о друзьях в Чечне, вы наверняка даете себе отчет в том, что отчасти ставите этих людей под удар. Но ведь это их выбор. Ведь это их Чечня. Ведь это Чечня, а не Рамзана Кадырова. Они бы все могли уехать. Неоднократно мы предлагали им тоже уехать. И из Чечни, и из России. Но они этого не хотят. Они не хотят оставлять эту Чечню Кадырову и его окружению. Где есть тайные тюрьмы, где людей пытают, где человек не может открыть рот без того, чтобы потом не идти извиняться. Где в присутствии Кадырова избивают людей. Не значит ли это, что Рамзан Кадыров не примет ваше предложение участвовать в дебатах? Но не только потому, что все, что сейчас звучит из ваших уст, он боится услышать от вас. Но и потому, что все это прозвучит на федеральных телеканалах во всеуслышании. Он вне опасности. Потому что у нас с ним разные жанры выступлений. Потому что когда мы с ним уже встречались в 2008 году, то он кричал, шумел, обращался к публике. То есть вел себя так, что дискуссии не получалось. Он просто всякую дискуссию способен сорвать. И тут, конечно, совершенно очевидно, что дело не в Рамзане Кадырове. Что Рамзан Кадыров хорошо держится за ту руку, которую он однажды взял. Мы все это видели, когда он из больницы в тренировочном костюме примчался к Путину. И это тоже. Вот это показали по центральным каналам. Он держал его за руку, испуганный. После покушения и понятно, что его поддерживают. Поддерживают здесь, в Москве. Вы имеете возможность вести агитацию внутри Чечни? Или я чего-то не знаю? Нет. Внутри Чечни я могу вести агитацию, только находясь вне ее территории. На территорию Чечни я поехать не могу и не хочу. Не потому, что я боюсь. А потому, что я понимаю, что если я приду и где-то буду проводить встречу с избирателями, то, во-первых, мои друзья придут, потому что действительно гордый народ не склонный проявлять страх, даже если он есть. И я не знаю, что с ним будет потом. А кроме того, я очень себе представляю, что найдется вот эта клака, которая явится тоже, с зеленкой, с пирожными, с яйцами, с чем угодно. И если на меня нападут, то, конечно, мои друзья будут меня защищать. И я не хочу, чтобы был какой-то конфликт или какая-то драка или что-то подобное. Ну, клаку вы можете обнаружить в любом российском городе. Да, конечно. Да, конечно. Хотели бы вы съездить в Чечню? После истории, когда нападение на журналистов в автобусе и с пропажей людей, как там пропадают, нет. Хотя я знаю, что Грозный красивый город. У меня знакомые туда ездили, говорили, что там действительно классно сделали. Но с учетом моих взглядов, нет. Вообще я побаиваюсь этих людей. Ну, не то, что побаиваюсь, я их не боюсь, конечно. Как вам объяснить? Не хочу. Мне там нечего делать. Даже как турист или кто-то там, не знаю. Я там был. Не надо этого бояться, езжать в гостеприимный народ. Лично я боюсь этих. Украину, в Чечню, Азербайджан, Таджикистан. Боюсь. Я в Италию хочу съездить. А в Чечню? В Чечню нет. Туда почему нет? Чем она хуже? Я не знаю, чем хуже, но я просто не знаю, что мне там делать. И никогда об этом не мечтал. Ну, а с какой целью? В общем-то, ни желания, ни мысли не было. Если на природу посмотреть, то можно. А так больше. В Чечню я бы не поехал. Даже если бы мне заплатили большую сумму денег. Очень большую. Не поехал бы. Даже если я не боюсь за жизнь свою, но я бы не поехал. Я не думаю, что там опасно. Интересно было посмотреть Грозный, тем более он, наверное, отстроен, новый. А почему бы и нет? Горы, красиво. Ни малейшего желания. Слишком много там военных действий шло. Страшно, честно скажу. Кавказ – это Кавказ. Кавказ притягивает к себе горы. Ну и все прочее. Я иностранец, мне это интересно. Я сам венгр, и я люблю Кавказ. То есть я в Дагестане, в других местах. Я люблю показывать красивые вещи. То есть это очень красивые места. И там очень все спрятано, и никто не знает, что там красивого есть. Вот примерно я хочу показать, например, своему народу, что там красивое есть.